4 апреля 2017 года провинция Идлиб, Сирия. От этих кадров содрогнулся весь мир. Разбросанные трупы взрослых и детей. Сотня погибших мирных жителей и 400 пострадавших. По мнению экспертов, это событие могло спровоцировать начало Третьей мировой войны. Спустя три дня после химической атаки военно-морские силы США нанесли массированный ракетный удар ракетами «Тамагавк» по авиабазе в Сирии. Однако российские специалисты и независимые эксперты других стран, проанализировав материалы СМИ, заявили, никакой химической атаки в Идлибе не было, а кадры с места событий – фальсификация. Видно было на видеосъемке, что те, которые так называемые спасатели в белых касках, они работали без ОЗК, без противогазов, что в условиях применения «Зарина» совершенно недопустимо. Потому что «Зарин» всё-таки достаточно устойчивое вещество, он держится порядка восьми дней, а они там были босиком, в сандалиях. И на этом даже смешно после этого утверждать, что это был «Зарин». Тогда как объяснить результаты экспертизы тел погибших, которую провели в Турции? Министр здравоохранения этой страны Реджеп Агдага заявил, что в ходе атаки был применен именно нервно-паралитический газ «Зарин». Оказалось, что и этому находится объяснение. Местные жители опознали среди жертв большую часть из 250 похищенных за неделю до произошедшего. То есть эти люди были отравлены «Зарином» до бомбардировки авиации «Асада» целей в Идлебе. Фальшивки, подделки и мистификации. В последние годы открывается правда, что многие события, которые в свое время потрясли мир, никогда не происходили. Шокирующие кадры смертей и разрушений на поверку оказываются всего лишь срежиссированной постановкой. Как отличить реальную картину от выдумки? Кому выгодно вводить в заблуждение мировое сообщество? Я, Анна Чапман, открою эти тайны. Сегодня в программе. Спектакль в выпусках новостей. Кому выгодно фабриковать события? Для западной коалиции, чтобы у них был повод для вмешательства. Утка про свинью. Откуда появился грипп, перепугавший планету? Сделать так, что люди поверят в несуществующее заболевание. Космическая гонка без правил. Были ли американцы на Луне? Мы должны, вообще говоря, туда слетать, на эти места. Жизнь Гитлера после войны. Что, если фюрер выжил? Я могу утверждать со всей определённостью, Гитлер бежал. Эти кадры вызвали настоящий скандал. Погибшая в результате химической атаки в Сирии девочка вдруг неожиданно открывает глаза. Согласно сообщениям первого независимого агентства Ирана «Фарс», участники организации «Белые каски» специально привезли группу детей в Идлиб для того, чтобы снять фото и видеоинсценировку. Однако после этого прокола, как сообщает тот же источник, стали действовать ещё изощрённее. Террористы из «Белых касок» похитили 23 тела ребёнка из морга и будут ещё один постановочный спектакль делать. Независимые эксперты задаются вопросом, почему так называемые спасатели после химической атаки работают без противогазов и респираторов? Как объяснить, что у большинства детей зрачки расширены, как при действии наркотиков, а вовсе не сужены, как при отравлении химическими веществами? Организация «Шведские врачи за права человека» провела собственное расследование и пришла к шокирующему заключению. Действия «Белых касок» по спасению детей в действительности были убийствами. Кто же скрывается за «Белыми касками»? Член Сената штата Вирджиния Ричард Блэк заявил, эта организация полностью скомпрометирована, как члены Аль-Каиды, запрещённые в России террористической организацией. Их заказчик, по мнению многих экспертов, ЦРУ и Министерство иностранных дел в Великобритании. Что, если произошедшая в Сирии тщательно спланированная акция высших политических сил Запада с целью обвинить во всём Асада и нанести ракетный удар по сирийским правительственным войскам? Пытаться будут доказать, что Асад таки сошёл с ума и применил химическое оружие, когда он практически выигрывает эту войну. Ему это не нужно. Даже Гитлер в самые отчаянные моменты своей жизни последние, и то не применил химическое оружие, которое у него, безусловно, было. Руурт Остервуд – основатель фабрики фейковых новостей. Его задача вовсе не провокация международных конфликтов. Вместе с командой писателей, журналистов и исследователей он поставил цель – научить как можно больше людей отличать настоящие сообщения от сфабрикованных. Редакция работает в Нидерландах, где создаёт выдуманные сюжеты, распространяя ссылки в социальных сетях. Однако сразу при переходе на сайт авторы материалов признаются, что всё это ложь, и предлагают ознакомиться с приёмами обмана. Удивительно, но по статистике только 10% пользователей остаются на сайте, чтобы узнать схему создания фейков. Остальные тут же покидают веб-страницу. Может, аудитория интернета на самом деле рада обманываться? Наше сознание, когда мы читаем что-то или представляем себе, оно переструктурируется и становится близким к тем состояниям, которые возникают при гипнозе. Да, с одной стороны, более внушаемое, с другой стороны, более, при всём разнообразии, более стереотипное. Утрачивается определённая автономия и связанность с ней самостоятельности. Это негативная сторона. 29 апреля 2009 года. Экстренное заседание Всемирной организации здравоохранения. На повестке вспышка нового вируса свиного гриппа, который грозит всему миру. Меньше чем через два месяца эксперты ВОЗ поднимут уровень борьбы с вирусом до максимального шестого уровня. В мировых СМИ подогревается истерия. Одно за другим информационные агентства сообщают о новых случаях заражения. Появляется ошеломляющая новость, что эпидемия охватила даже глав государств. Заразился президент Коста-Рики, нобелевский лауреат Оскар Адрес Санчес. Первый случай так называемого свиного гриппа врачи зафиксировали у пятилетнего мексиканца в апреле 2009 года. Он жаловался на высокую температуру и боли во всём теле. Мальчик быстро выздоровел, однако успел стать мировой знаменитостью. Ведь основываясь на результатах его анализов, врачи обнаружили новый вид вируса. А вот почему в его распространении обвинили свиней, до сих пор загадка. Во многих странах уничтожают поголовье свиней. Люди скупают лекарства и боятся выходить из дома. В США даже вводят чрезвычайное положение. Впервые за 40 лет объявлена первая официальная пандемия. Однако эта история так же внезапно закончилась, как и началась. 5 июня 2010 года депутаты парламентской ассамблеи Совета Европы выступают с сенсационным заявлением. Никакой эпидемии свиного гриппа не было. Пандемия не пошла. То есть, если, допустим, самая известная испанка пандемии унесла чуть ли не 100 миллионов человек, то тут там, в общем-то, небольшие цифры. То есть, число инфицированных было порядка 250 тысяч, а погибло там 2 600. Ну, это, в общем-то, напоминает самый обычный грипп. От обычного гриппа ежегодно умирает от 250 тысяч до миллиона человек по всему миру. Это в тысячу раз больше, чем погибло из-за эпидемии свиного гриппа. Чем же тогда были обоснованы громкие заявления ВОЗ о пандемии? Кому было выгодно нагнетать панику? Вольфганг Водорг, руководитель ПАСЕ по вопросам здравоохранения, открыто заявил, что вся эта кампания была заранее спланирована руководством Всемирной организации здравоохранения, вступившей в преступный сговор с несколькими фармацевтическими компаниями. Это заговор фармацевтических компаний, одна швейцарская, другая там, еще чья-то. Они стояли фактически на пороге банкротства. А тут массовая истерия, и они сразу же там миллиарды долларов и евро получили ни на чем. У них эти препараты не продавались. А тут их сразу все стали покупать. Это Альберт Остенхаус, голландский врач, которого прозвали доктор Флю. Именно под его давлением ВОЗ объявила свиной грипп пандемией. Правительство Нидерландов проводит расследование. Выясняется, что этот человек получал деньги от нескольких компаний, производящих вакцину против свиного гриппа. По словам экспертов, он мог иметь львиную долю прибыли за помощь в утверждении резолюции, давшей старт массовой вакцинации. 7 миллиардов долларов. Именно такова прибыль фармацевтических компаний от эпидемии свиного гриппа. Причем вакцину запатентовали задолго до того, как о вирусе вообще заговорили. Реально, по хронологии смотрите, они сначала запатентовали, а потом стали рекламировать по телевизору. Вы же не видели никогда, чтобы рекламировали бледную спирохету, которая вызывает сифилис. Ну, потому что она есть. А вот всякие болезни, которых нет, возбудителей которых нет, их надо на рекламных счетах, важно помнить. 1976 год. Город Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, США. Умирает солдат, предположительно от вируса свиного гриппа. Президент Джеральд Форд объявляет поголовную вакцинацию всего населения. 46 миллионов жителей делают прививку, но вместо укрепления иммунитета получают тяжелейшие осложнения. Поражение нервной системы и даже смертельные исходы. Некоторые эксперты считают, что появление СПИДа, чумы 21 века, напрямую связано с результатами этой вакцинации, когда тысячам людей буквально сожгли иммунитет. Когда людям прокололи это все дело, получается, что у людей появляется бесплодие, люди не могут рожать, приходится им ходить в клинику, искусственно оплодотворяться. У них там средства от насморка, нужно покупать аллергия, там что-то у них чешется. По словам экспертов, бизнес делается не только на продаже вакцин. Фармацевтические компании получают еще большую прибыль от второй волны заболевших. Людей, которые вынуждены лечиться от осложнений после введенных препаратов. Крупные вот эти фармацевтические компании могут самостоятельно, со своими миллиардными оборотами спокойно вот эту вот компанию развернуть и сделать так, что люди поверят в несуществующее заболевание. Государство закупит у них какие-то лекарства, неважно, это вакцина или еще что-то, а потом они еще будут от своих же побочных действий распространять другие лекарства. Отличный бизнес. 15 900 случаев заражения лихорадкой Эбола, 5 700 смертей, жуткие кадры, кашляющих кровью людей, разлагающиеся трупы, рыдающие родственники. От того, как об очаге распространения вируса в Африке, говорят с экранов телевизоров, содрогается весь цивилизованный мир. Но почему тогда этот мужчина, которого подозревают в заражении вирусом, отказывается ехать в больницу? А этот либерийц демонстративно ест мясо обезьяны, основной разносчицы болезни. Что заставило этих людей усомниться в опасности вируса? Почему многие жители Африки стали проводить митинги против Красного Креста и даже нападать на врачей, которые, казалось бы, привезли спасительную вакцину? Как объяснить такое поведение местного населения? И что на самом деле скрывается за миссией благотворительных организаций? Житель Ганы по имени Нана Кваме делает сенсационное заявление, которое потрясает интернет и разлетается по телеканалам разных стран мира. Люди западного мира должны знать, что происходит здесь, в Западной Африке. Все, что вам говорят, ложь. Эбола как вирус не существует и не распространяется. Красный Крест привез это заболевание в 4 конкретные страны по 4 конкретным причинам. И жертвами этой болезни становятся только те, кто получал медицинскую помощь или инъекции в Красном Кресте. Ни разу еще в истории не было, чтобы там, сразу в 4 странах, одновременно, во многих очагах. Ну и даже есть этому объяснение. Провели вакцинацию. Через 2 недели началась эпидемия. Причем это произошло именно в тех странах, где американцы имеют интересы в сфере добычи алмазов, ну и там редких рассеянных элементов и тому подобное. Исследователь Ричард Престон еще за 20 лет до распространения Эболы предсказал подобное развитие событий. Он выпустил книгу «Горячая зона», на которую мало кто тогда обратил внимание. Сегодня тезисы из этой работы звучат сенсационно. Престон написал, что правду о вирусе скрывают всеми возможными способами. Престон уверен, это лихорадка. Специально запущенное апокалиптическое оружие, которое должно снизить популяцию человечества на планете. А вирус создан тайно в американских лабораториях. Происходят выбросы этих вирусов. Что неспроста американцы создали за последние 10 лет с 20 этих лабораторий до 400 по всему беру. Пентагон только на территории бывшего Советского Союза потратил больше миллиарда долларов на создание лаборатории. Какие новые эпидемии грозят планете? Что, если распространение вирусов происходит не случайно, а злонамеренно? Смотрите далее. Темные пятна истории. Кто сфабриковал самоубийство фюрера? Советским секретным службам был предъявлен двойник Гитлера и сообщено о его самоубийстве. По следам нацистов. Эксклюзивное расследование нашей программы в Аргентине. Первое место, где жил Адольф Гитлер, расположено в 15 километрах отсюда. Скрыть правду любой ценой. Загадочная гибель американских астронавтов. Ты должен понять, что это нужна Родина. Это в национальных интересах Соединенных Штатов. 30 апреля 1945 года. Адольф Гитлер и его жена Ева Браун совершают самоубийство в своем фюрер-бункере в Берлине. Позже их обугленные останки обнаружат советские военные и доставят в Москву. Это официальные страницы истории, которые считают выдумкой все больше специалистов. Аргентинский исследователь Абель Басти утверждает, что Адольф Гитлер умер только в 1965 году в Парагвайе. В качестве доказательства он приводит секретный доклад ФБР, в котором агенты спецслужбы опровергли все официальные доказательства смерти фюрера в осажденном Берлине. Нам удалось встретиться с известным писателем и журналистом Абелем Басти в Аргентине и снять у него эксклюзивное интервью. Небольшой городок Сан-Карлос-де-Барилочи в провинции Риу-Нягро у подножия Ант. Его называют «маленькой Швейцарией» за природу и известные горнолыжные курорты. Другое неофициальное номинование – уменьшенная копия Германии в Аргентине – он получил за то, что в конце 19 века сюда приехали немецкие переселенцы. Однако это место обрело еще и скандальную славу, потому как здесь нашли свое пристанище бежавшие нацисты. Документы свидетельствовали о том, что некоторые земельные участки в Барилочи принадлежали бывшим нацистам и были оформлены на анонимных собственников. Однако при этом земля и недвижимость приобретались на средства нацистов, которые после окончания войны переехали жить в Сан-Карлос-де-Барилочи. Среди бежавших нацистов, укрывшихся в Барилочи, был эсэсовец-гаупштонфюрер Эрих Прибке. Он участвовал в массовой казни итальянцев в 1944 году. Тогда было убито 335 человек. Более полувека он спокойно жил в этих местах. До тех пор, пока Прибке не дал интервью известному американскому телеканалу. Оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Италия просила об экстрадиции нацистского капитана Эриха Прибке, который жил в Барилочи. В связи с этим случаем появилось множество информации, связанной с нацистами в Барилочи. Я ее тоже использовал в своих расследованиях. Открывалось много разных историй, так или иначе связанных с нацистами, имена некоторых из них. Все это должно было помочь покончить с нацизмом. История Эриха Прибке стала для Абеля Басти отправной точкой в проведении большого расследования. Одна за другой, как по цепочке, открывались тайны побегов и укрытий нацистов. И, наконец, все это привело к верхушке Третьего Рейха и самому Гитлеру. В руках журналиста бумажная копия фотографий, оригинал которой находится в секретных архивах США. На снимке, утверждает исследователь, сам Адольф Гитлер после войны. Это один из снимков ЦРУ, сделанный во время частного визита Гитлера в Колумбию, в город Тунха. И на сегодняшний день есть один человек, который до сих пор жив, и который помнит визит Гитлера в эти места. Президент Колумбии Сезар Гаверия также подтверждает, что этот прецедент имел место быть. Вот одна из немногих официальных фотографий Гитлера после войны. Но как же быть с экспертизой тела Адольфа Гитлера? Ведь, как заявляют специалисты, процедура опознания останков была особенно кропотливой. Для того, чтобы не ошибиться, советские разведчики отыскали и допросили в Берлине ассистентов личного стоматолога-фюрера. В том, что тело принадлежит диктатору, сомнений не оставалось. Однако Абельбастя уверен, что все учетные записи дантистов Третьего рейха были фальшивыми и только ввели в заблуждение советские спецслужбы. Это была часть фарса, сфабрикованного нацистами. Например, мы знаем, что Гитлер имел несколько зубных мостов. С них было сделано множество копий, другими словами, фальшивок. И затем существует исследование одного известного французского специалиста, в котором демонстрируются эти мосты и утверждаются, что они не принадлежат Гитлеру. Как же могли нацисты бежать из осажденного советскими войсками Берлина? Многие историки уверяют, что это невозможно. Однако Абельбастя утверждает, что доказательства побега зафиксированы в секретных материалах британской разведки. Эта операция носила название «Сераль». Из горящего города несколько самолетов, на борту которых находилась верхушка Третьего рейха, вылетели в Испанию. Существуют также официально зарегистрированные прилеты нацистских самолетов специально в Барселону в тот день, когда бежал Гитлер. Таким образом, мы можем утверждать, что побег был осуществлен по воздуху на первом этапе и на подводной лодке на втором. Все это, по мнению журналиста, могло быть организовано с помощью американцев. Ведь, как известно, нацисты обладали секретными технологиями, которые могли пригодиться США в будущей холодной войне. Существовали соглашения между нацистами и американцами об эвакуации людей Третьего рейха. Гитлер спокойно мог на это рассчитывать. Это было соглашение, неизвестное Советскому Союзу. Оно было заключено до того, как советским секретным службам был предъявлен двойник Гитлера и сообщено о его самоубийстве. Своё расследование о жизни Гитлера в Аргентине Абель Басти основывает не только на архивных документах спецслужб, но и на свидетельствах очевидцев. Ему удалось узнать, что бывший глава Третьего рейха, избавившись от усов и побрив голову, постоянно переезжал с места на место, скорее всего, из соображений безопасности. Сейчас, по словам журналиста, мы находимся в 15 километрах от первого места жительства Гитлера в Аргентине. Затем он перебрался в ещё более недоступное место, расположенное очень близко отсюда. Один альпийский дом, построенный в 1945 году. В него можно было добраться только на самолёте или лодке. Журналисту стало известно и о тайных встречах, которые проводил Гитлер с остальными нацистами после войны в Аргентине. Информацию об этом ему удалось найти в материалах спецслужб. В городе Кордово, в центральной Аргентине, например, где Гитлер находился некоторое время, есть документы FBI, доказывающие, что конкретно там происходили встречи с фюрером. И есть свидетельства людей, которые присутствовали в этом месте, и которые подтверждают факты, изложенные в этом документе. 17 июля 1945 года. Сталин объявляет Трумэну, что фюрер сбежал. А в начале мая в газетах появляется сообщение ТАСС. Смерть Гитлера является новым фашистским трюком. Что было известно лидеру советского государства? И почему после его смерти концепция резко изменилась? По данным аргентинского исследователя, Гитлер умер в парагвайском городе Ассунсьон в 1964 году. Подтвердить это может бразильский военный, который принимал участие в церемонии. Однако для официальной версии этого мало. Вот если бы найти, где похоронен фюрер, и провести экспертизу останков, сетует Абель Басти, вот тогда никто не смог бы с этим поспорить. Кто знает, каким бы стал мир, в котором самоубийство фюрера – это событие, которого не было. Смотрите далее. Американцы на Луне. Почему киношники не верят в реальность полета? Уникальный эксперимент программы «Тайны Чапман». Я здесь вижу белое размытое пятно, которое снято где-то на кухне. Технология обмана. Когда куклы заменяют людей? Он может сделать любое самое сверхнатуральное, гиперреалистическое движение. Время первых. На что шли ради победы в космосе? Нам нужно было, так скажем, показывать, что мы идем в опережение. И в опережении. 16 июля 1969 года. Это легендарные кадры старта пилотируемого космического корабля «Аполлон-11». Полет астронавтов Нила Армстронга и Эдвина Олдрина официально ознаменует победу США в лунной гонке с АСССР. Только вот реальное ли это достижение? Или событие, которого на самом деле не было? Когда речь заходит о полете «Аполлона-11» на Луну, доктор физико-математических наук Александр Попов просматривает вовсе не клип НАСА, состоящий из отдельных смонтированных фрагментов, а видео, которое снял кинолюбитель Фил Поляйша. Восхищенный полетом американцев на Луну, этот человек и не подозревал, что его съемки станут поводом сомневаться в самой возможности этого события. Нашелся на беду НАСА, наверное, и американцев. Кинолюбитель, активный участник этой космической программы. Фил Полейша работал в IBM компании, и за хорошую работу его наградили поездкой вот смотреть старт «Аполлона-11». И он снял непрерывный клип от старта до того, как ракета исчезла за горизонтом. Вооружившись секундомером, Александр Попов начинает просмотр. Его интересует тот момент, когда на видео ракета зайдет в слой облаков. Это легко заметить, так как космический корабль буквально протыкает небо, оставляя за собой дыру. Именно в этот момент исследователь останавливает стрелку. 105-я секунда полета. Согласно официальному графику НАСА, в это время «Аполлон-11» должен подняться на высоту минимум 24 километра. Однако известно, что облака не могут находиться выше 10 километров. Это значит, что космический корабль, констатирует исследователь, при такой скорости до Луны долететь не способен. Теория, которую не обманешь, она диктует очень жесткие законы для траектории полета на Луну. Какая скорость, в какой момент должна быть, какая высота. И здесь американцы ее опубликуют. И вот этот теоретический график говорит, что на 107-й секунде полета ракета, настоящая, лунная, должна достигнуть высоты 24 километра. Она находится еще далеко, далеко, около своей, ну, законной трассы. Куда такая ракета может улететь? Ну, только за горизонт. Исчезнуть глаз зрителя и кануть в Атлантике. Но как же быть с этими известными кадрами, когда астронавты устанавливают флаг США на поверхности Луны? Значит, минуя законы физики, все-таки долетели? Кинооператор Леонид Коновалов уверен, чтобы получить такое изображение, необязательно выходить в открытый космос. Достаточно павильона и специального оборудования. Действие на этом снимке якобы происходит на Луне. Но по некоторым признакам легко заключить, что это обыкновенный комбинированный кадр, снятый в павильоне. Проведем эксперимент. Удастся ли нам в условиях небольшой студии воссоздать изображение, которое будет напоминать НАСА-вский снимок? Для съемок мы приготовили свежеотражающий материал, проектор, полупрозрачное стекло, расположенное под углом 45 градусов, песок и садовую землю, а также фигурки астронавтов. Эффект Солнца будет имитировать вот этот прожектор. Поэтому мы направим его сейчас на наших астронавтов и на лунный модуль. А здесь на экране сейчас появится изображение Лунной горы. Эта Лунная гора реально существует и была заранее, примерно года за три, до якобы лунных миссий, сфотографирована автоматической станцией Сервейн. Изображение лунного пейзажа от проектора попадает сначала на полупрозрачное стекло, откуда меняет направление на 90 градусов в сторону большого экрана. Перед ним насыпан грунт и расставлены фигурки астронавтов. Очень важно, чтобы итоговая проекция производилась на специальный световозвращающий материал. Материал называется скотч-лайт. Он состоит из мельчайших стеклянных шариков. А у этих стеклянных шариков такая особенность. Они отражают свет туда, откуда свет пришел. Поэтому такой материал называется световозвращающим. Из этого материала делают дорожные знаки. И когда фара автомобиля светит в ночи на знак, который находится далеко, он кажется нам ярко горящим. Леонид Коновалов считает, что изображение Солнца на лунных снимках НАСА доказывает использование такой технологии съемок. Неспроста на фотографиях и видео вокруг светила образуются странные двойные круги. Таких кругов нету на снимках, которые привозят сейчас Международной космической станции. А вот почему-то на американских снимках мы видим вот такие двойные круги. Сейчас я могу сказать совершенно точно, что такие галло получаются из-за того, что на фоне находится световозвращающий экран, а вовсе не чернота космоса. Это уникальный служебный снимок, сделанный 21 июля 1975 года после посадки корабля «Союз-19». Первая фотография. Двое советских космонавтов Алексей Леонов и Валерий Кубасов после шести суток пребывания в невесомости лежат на носилках в окружении врачей. Так что астронавт, когда космонавт в невесомости летает, он как бы находится в состоянии вниз головой. У него дутловатость, голова болит. Попович говорит так, боль такая, что я иногда подплывал к стенке корабля и пац, головой об стенку. И эта новая боль затмевала старую. Дальше начинают дрябнуть ваши мышцы. Ведь они не нужны в невесомости. И вы быстро слабеете. Начинает дрябнуть ваше сердце. Потому что вы... Легкой кровью она гонит. Весь организм начинает быстро деградировать. Как быстро? Уже на пятые сутки, например, космонавт Горбатко, когда вернулся, он сказал, сам я ходить не мог. А это официальные снимки НАСА. Астронавты Гордон Купер и Чарльз Конрад покидают космический корабль после приводнения. По тому времени они совершили абсолютный рекорд по длительности полета. Пробыли на орбите 8 суток. Казалось бы, такой полет должен был вымотать астронавтов еще больше, чем наших космонавтов с Союза-19. Но какие там носилки? Купер и Конрад бодро перескакивают с одного надувного плота на другой, а уже через полчаса улыбаясь, шагают по палубе авианосца в скафандрах. А это экипаж Аполлона-8, только что вернувшегося с Луны после шести суток в невесомости. Все трое, Фрэнк Борман, Джеймс Лавел и Уильям Андерс, выглядят словно голливудские актеры, позирующие на красной ковровой дорожке во время вручения Оскара. Неужели американские астронавты летали в какой-то космос, где законы невесомости на человеческий организм не действуют? Или полеты им только приснились? Поскольку сами американцы в это время не летали, то им, американцам, не оставалось ничего, как верить. То, что человек, прибывший из космоса, чувствует себя хорошо. И они вот такими вот прибывали, ну, прибывали, откуда хочешь. Хочешь с земной орбиты, хочешь с Луны. бодрые, красивые, побритые ребята, в белых костюмах. Красота. Как говорится, хоть сейчас замуж. Вот. Ну, а на самом деле, правда, а прибывание, не в смысле, другая. Американцы планируют выйти в открытый космос. Наш восход должен полететь раньше. Напряженная космическая гонка между СССР и США. Несмотря ни на что, оказаться первыми в освоении космоса. Но какой ценой? Именно об этом фильм режиссера Дмитрия Киселева «Время первых». Риск запуска восхода 2 с живыми людьми слишком велик. Мы готовы рисковать. Была поставлена задача, задача на опережение, задача достаточно сложная и рискованная. Дмитрий Киселев работает в киноиндустрии более 20 лет. Архивные кадры высадки американцев на Луну смотрел и как режиссер, и как специалист по спецэффектам. Его вердикт такое огромное количество материалов сфальсифицировать было бы невозможно. Пообщавшись достаточно плотно и с космонавтами, и углубившись в космическую тематику, и, в общем-то, разобравшись в силу того, что мне пришлось просто достаточно глубоко изучить все, что касается космоса и космонавтики, и развития полетов и так далее. То есть я сейчас... У меня совершенно нет сомнений в том, что это все действительно было, это не сфабриковано. А мы продолжаем сомневаться и завершаем наш эксперимент. Все для воссоздания лунного пейзажа готово. Теперь очень важно правильно выставить камеру, чтобы на финальном изображении поверхности Луны не появились посторонние тени. Выставляем расстояние от объектива проектора до зеркала, точно таким же, как от объектива фотоаппарата до зеркала, и после этого можно производить фото и видеосъемку. Результат поразительный. На заднем фоне все та же лунная гора. Впереди макет Аполлона и астронавты. Однако бросается в глаза разный цвет снимков. На насовских луна серая, на наших коричневая. Луна на самом деле имеет такой коричневатый цвет, ближе похожий к цвету шоколада. Но в 69-м году американцы об этом не знали. Дело в том, что когда опускалась автоматическая станция сервер на Луну, она сделала неправильное цветоделение. А в 2013 году на Луну прилунился луноход из Китая, нефритовый заяц. И он привез фотографии, где грунт везде такой коричневатый. Пилотируемый запуск ракеты Сатурн-5 на Луну, по словам некоторых экспертов, был бы не просто риском, а смертельным приговором астронавтам. Приспытание закончилось грандиозным провалом, вплоть до того, что от ракеты отваливались куски. Как можно такую ракету сажать людей? Но прошло всего 19 дней, и НАСА принимает очень интересное решение, неожиданное. Следующий полет состоится с людьми ракеты, и никуда на Луну. Вернерфон Браун прославленный главный конструктор ракеты Сатурн-5. Однако в год полета на Луну в его конструкторском бюро лишаются работы 700 сотрудников, а позже и самого Брауна отстраняют от дел. Чем же он вызвал недоверие руководства? И почему главный советский конструктор ракетно-космической техники СССР Сергей Королёв не верил в то, что разработки Брауна позволят совершить прорыв? Королёв, который говорил, было ясно, что он говорил о фон Брауне. Так что он вознамерился создать супердвигатель на 600-700 тонн тяги с одной камерой сгорания? Пусть поковыряется, пока не упрется в стену. Мы это уже проходили. Единственный, кто с подобным же заявлением выступил со стороны США, был Томас Бэрон, инспектор по технике безопасности на строительстве комплекса Аполлон. Он зачитал разоблачительный доклад на двух высоких комиссиях на космодроме и в Конгрессе, который дополнил подробнейшим письменным отчетом на 500 страницах. Информацию о том, что Аполлон не пригоден к полету, Бэрон планировал донести до широкой общественности. Однако, загадочным образом, инспектор погиб на следующий же вечер после своего выступления в Конгрессе США. Задолго перед этим он давал интервью корреспондентом и его спрашивали, вы не чувствуете никаких угроз от нас? Томас Бэрон ответил, были угрозы по телефону мне и моей жене, но сейчас все стихло. Бедняк, к сожалению, не понимал, что стихло, наверное, не потому, что там успокоились, а потому, что решили инспектор окончать. Гибель Бэрона не единственная в череде загадочных смертей накануне осуществления лунной программы. За 1967 год при разных обстоятельствах погибают восемь астронавтов. Чистая случайность? Или эти люди знали то, чего не должны? Смотрите далее. Лунная прогулка. Что странного в передвижениях астронавтов? Должен выше человеческий рост, а у них вот что это такое. Кукольный спектакль. Как реалистическое выдают за реальность? Любой пальчик, любой волосок, он управляемый. Секретная сделка. О чем договорились молчать две мировые державы? То есть совместное управление миром. Это общие кадры лунной прогулки американцев. Специалисты предлагают присмотреться получше. Если мы посмотрим на некоторые лунные кадры, особенно где виден пейзаж и лунный модуль сдалека, то внимательный глаз заметит, что там действительно стоят обыкновенные куклы. Станислав Соколов уже полвека занимается тем, что оживляет кукл. Он художник-постановщик на киностудии «Союзмультфильм» и заведующий кафедрой анимации и компьютерной графики в главном кинематографическом вузе страны. Специалист утверждает, что манекен может двигаться как человек. Так что ни у кого не будет сомнений. Внутри куклы есть практически такой же скелет, как и внутри человека. И любое тонкое движение может быть сделано очень реально. Однако, по мнению специалиста, о реалистичности изображений астронавтов на Луне говорить не приходится. Там, на его профессиональный взгляд, все шито белыми нитками. Что касается вот этих кадров, когда вот этот луноход значит так лихо разворачивается на песке значит на лунном. Ну, явно это макетная съемка, где кукла так слегка закреплена, когда значит разворачивается. Ну, опять же, поскольку это практически съемка на скорую, то там кукла так слегка болтает, и что касается там и прыжков, можно было это все сделать очень чисто, и никто бы не заподозрил, что эта съемка ну, просто макетная и, в общем-то, не очень хорошего кукольного качества. Специалисты подсчитали, что прыжки на Луне должны быть выше человеческого роста, а при беге за три секунды можно преодолеть около семи метров. А это передвижение американцев по Луне. По мнению экспертов, видеозапись специально замедлена в два с половиной раза, чтобы сымитировать лунную тяжесть. Если ускорить изображение, то получится обычная пробежка по Земле. Сегодня миллионы сторонников теории лунного заговора убеждены, что американские астронавты никогда не высаживались на Луне. А началось все с работы математика Джеймса Крайни, который доказательно опроверг сам факт появления американцев на спутнике Земли. Александр Попов на протяжении 14 лет вместе с полсотней энтузиастов изучает историю полетов на Луну. Результатом этого расследования стала книга «Американцы на Луне. Великий прорыв или космическая афера?» Однозначного ответа на этот вопрос исследователь дать не может до сих пор. Но с каждым годом все больше склоняются к тому, что это была махинация планетарного масштаба. «Чтобы доказать, что американцы не были на Луне, мы должны вообще говоря туда слетать, на эти места. Мы не имеем такой возможности. Но есть действительно много оснований не доверять». Единственное неопровержимое доказательство того, что астронавты США не были на Луне, по словам Александра Попова, находилось в руках советского правительства, но было тайно передано американцам. «Наше правительство было как никогда близко именно к доказательству того, что американцы не летали на Луну». 11 апреля 1970 года. На этих кадрах торжественный пуск пилотируемого космического корабля «Аполлон-13». Для суеверных американцев это несчастливое число словно предсказало последующий сценарий событий. Серьезная авария в служебном модуле, невозможность навигации, проблемы со связью, создание штаба по спасению экипажа. Но в итоге оглушительный хэппи-энд, аплодисменты, слезы радости на глазах зрителей, торжественная встреча героев. Авария в прямом эфире сделала полет «Аполлона-13» еще более весомым, продемонстрировав трудности космического полета, слаженную работу наземных служб и подвиг астронавтов. Мужчины «Аполлона-13» благодаря их уравновешенности и умению работать под самым сильным давлением олицетворяли характер, который принимает опасность и преодолевает ее. Их дух построил Америку. Однако в это же самое время на территории Советского Союза празднуют другое событие, о котором не станут сообщать в выпусках новостей. Секретным указом Верховного Совета СССР 122 члена экипажа атомной подводной лодки К-7 получают правительственные награды, а капитану присваивают звание Героя Советского Союза. То, что обнаружили моряки в водах Северной Атлантики во время секретной спецоперации, по мнению Александра Попова, ставит под удар все лунные подвиги американцев. Сама лодка была первой, которая с помощью специальных приспособлений поймала этот Аполлон-13. Естественно, далеко везти его она не могла, и вскоре, буквально в течение суток, она передала его на другой корабль. По словам исследователя, на борту капсулы Аполлон-13 находились специальные ящики, расшифровка которых могла поведать о том, что корабль не летал на Луну. Долгое время американцы вообще не знали, куда делалась их капсула Аполлон-13, а наши ничего не говорили. Вот. А изучались ее содержимые. Изучать было что? По моему мнению, изучались как раз вот эти вот содержания спецящиков. Потому что они действительно рассказывали истинные трассы полета не только этого Аполлон-13, но, естественно, и всех других. поскольку они летали похожим образом. 8 сентября 1970 года. Мурманск. Капсула Аполлона в торжественной, но секретной обстановке передается представителям США. Возможно, об этом никто бы так и не узнал, если бы там не оказался венгерский журналист. Он сделал фото, исторически задокументировав события. Почему ни американское, ни советское правительство ни разу не обмолвились о факте передачи Аполлона? И из-за чего после, казалось бы, феерического полета в НАСА полетели головы? Я думаю, что не зря именно через неделю после этой передачи директор НАСА Томас Пейн ушел в отставку. Наверное, он до последнего момента надеялся, что все-таки мы нашли что-то не то. В Вашингтоне разразился колоссальный скандал. Потому что они все-таки до поры до времени надеялись, что этот Аполлона просто утонул. Что, если советским ученым удалось расшифровать ящики и раскрыть лунную аферу? Но почему бы об этом тогда не объявить всему миру? Ведь тогда первенство в космической гонке по праву осталось бы за СССР. Вместо этого секретная передача капсулы в Мурманске и никаких официальных разоблачений. Александр Попов считает, что между двумя странами был заключен секретный договор, о котором все молчат до сих пор. Что же могло получить советское правительство в обмен на тайну Аполлона-13? А вместо оно хотело получить, ну, во-первых, кое-какие экономические льготы, было отменено нефтяное эмбарго на поставки нефти в Европу, кое-какие экономические дивиденды. Но самое главное, наше правительство рассчитывало, что с этого момента начнется эпоха советско-американской дружбы, то есть совместного управления миром. Потепление отношений между СССР и США как раз приходится на 70-е годы прошлого века. Рукопожатием в космосе называют программу совместного пилотируемого полета «Союз-Аполлон». Тогда выпустили даже сигареты с символическим названием. Но как долго удалось курить трубку мира? Когда средства пропаганды отработали достаточно, и все мировое мнение было в этом убеждено, Мавр сделал свое дело, Мавр. Мавр, сказано, было уходить. Отношения стали быстро охладевать, и уже в 80-м году американцы послали нам первый сигнал, бойкотировали Олимпиаду в Москве. Удивительно, но сами американцы первыми заговорили о том, что этот полет голливудская постановка. И даже стали высмеивать прямые репортажи с Луны в своих художественных фильмах. Например, в картине «Бриллианты навсегда» Джеймс Бонд пытается угнать луноход в съемочном павильоне. Писатель Билл Кизингов выпускает книгу «Мы никогда не летали на Луну». Как бывший работник компании, строивший ракетные двигатели для Аполлона, он утверждает, что НАСА не обладало достаточным техническим оснащением для реализации подобной программы. Может быть, поэтому Американское космическое агентство заморозило все лунные проекты и даже отказывается от финансирования других стран для повторной высадки на Луну. Говорят, что история влияет на будущее. Но если оказывается, что ключевые ее страницы попросту выдуманы, сможем ли мы заглянуть правде в глаза или нам все-таки спокойнее жить в придуманном кем-то мире? Каждый второй человек помнит события, которых на самом деле не было. К такому шокирующему заключению пришли британские ученые из Йорикского университета. Как утверждают исследователи, ложные воспоминания могут серьезно влиять на те решения, которые мы принимаем. А это значит, что зачастую человек сам стирает грань между реальностью и вымыслом. Я, Анна Чапман, открыла вам все тайны. Подписывайтесь на мой инстаграм.